Путешествия в мир знаний ученики всегда совершают под руководством своих учителей. И педагогам, чтобы уверенно преподавать свой предмет, также необходимы профессиональные знания и опыт, который приобретается со временем. Еще совсем недавно эти молодые педагоги были студентами. Получив диплом о высшем образовании, они сделали свой выбор в пользу школы. Конечно, первые шаги в профессиональном становлении были непростыми. Но кто говорил, что все будет легко и просто? Это учительская профессия одна из самых сложных и вместе с тем востребованных в нашем обществе. И педагогам нужно еще многому научиться, чтобы стать признанными профессионалами. Именно для этого и организована неделя молодого педагога, в ходе которой учителя повышают свою квалификацию. Директор консультационно-методического центра Славянского района Олеся Плесецкая во вступительном слове рассказала о перспективах профессионального роста, об участии учителей в межрайонном слете молодых специалистов. Неделя молодого педагога – это одно из традиционных ежегодных мероприятий, которые мы проводим именно для поддержания, понимания того, для чего человек пришел в профессию, как ему справиться с первыми трудностями, как правильно организовать свою работу успешно, где постараться проявить себя, в каких мероприятиях принять участие, для того чтобы чувствовать, что его начинание – это действительно те шаги, которые приведут его к успеху. Соответственно, нынешние молодые педагоги очень радуют нас. Сегодня мы увидели, что это ребята, которые пришли в профессию абсолютно осознанно, те, которые абсолютно неравнодушны и заинтересованы в эффективной работе с детьми и в результате, который будет уже очень скоро, они к этому действительно стремятся. Это очень радует. Главный специалист консультационно-методического центра «Злата Вдовина» предложила участникам мероприятия представить современный образ учителя, каким он должен быть. Если ребенок не понимает какой-то материал, нужно отойти с другой стороны. То есть никогда не оставлять ребенка одного. И солнце – это то есть в классе должна быть всегда солнечная сторона. Какие бы ни были трудности у тебя дома, ты должен все оставлять это за стеной. А в класс ты должен всегда заходить и знать, что ты должен ребенку дать все. Татьяна Бергин сама не так давно стала учителем, но уже победила в муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют». И ей есть что сказать своим коллегам. Молодым педагогам очень бывает и тяжело, и сложно первое время. Но самое главное – это найти силы, найти поддержку других коллег, старших, товарищей, которые оказывают помощь, вспоминать своих педагогов, вспоминать то, чему учили в университете. И тогда все получится. Главное, конечно, любить то, чем ты занимаешься. Перед молодыми педагогами выступали психологи, прозвучала запись мастер-класса победителя конкурса «Учитель года». Это мероприятие было очень полезным для тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Если при общении понятно, что можно даже выявить для себя какие-то общие проблемы. Потому что я думаю, что у молодых специалистов возникают какие-либо одинаковые проблемы, то есть на начале своем пути, и в принципе можно услышать одного, взять у другого идею, то есть и распространить ее между всеми, в общем-то. Послушав также опытных специалистов, для себя можно выявить тоже очень много. Вот, например, если мы выслушали уже несколько специалистов, то для себя можно написать какие-либо моменты, которые можно также употреблять в своей профессиональной деятельности. Неделя молодого педагога продолжилась в онлайн-режиме, где были освещены очень важные темы о классном руководстве, родительском собрании и другие. С новыми силами и знаниями молодые учителя придут в свои школы, чтобы и дальше поддерживать высокий уровень славянского образования. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».